Короче, дорогие господа, вы поняли, с каким животным и что любят делать и кто, но я в этом говорить не буду, потому что YouTube сейчас, к сожалению, в отношении обоих моих каналов проводит совершенно анальную политику. Это не связано с чьими-то там жалобами, репортами или еще какой-то прочей хуйней, так что, товарищи хейтеры, не старайтесь. Здесь дело все, к сожалению, в каком-то либо лагающем алгоритме, с которым никак не хотят разобраться модераторы YouTube. Поэтому придется быть пока что аккуратным, потому что реально любое слово, что-то не так в названии напишешь или скажешь, и уже добрый вечер, там тебе минимум 18+, а то и удалено видео. Так вот, значит, видео гитариста разумного, любое вообще, вы можете открыть. Давайте, давайте, кстати, так и сделаем, наверное, последнее. Все-таки найдем и откроем. Вот у меня такой вопрос вообще ко всем, кто это смотрит. Ну и кто при этом на полном серьезе, не знаю, там какие-то лайки ставит и типа там поддерживает этого человека. Вот скажите мне, пожалуйста, где доказательство тому, что вот этот скриншот, это вообще не хуйня, нарисованная в пейнте? Тут нет дат. Тут, ну, блядь, нихуя нет. Он не открывает сайт и не показывает там типа вот там дата, вот я смотрю. Вот такая статистика, такого быть не может. Блядь, просто показал нарисованную в пейнте хуйню. Дальше следующий скриншот. Хотите, я вам, блядь, за пять минут вот точно такую же хуйню нарисую про, в общем-то, данного персонажа, который любит с некоторыми животными делать некоторые процессы. И могу нарисовать вам еще и статистику и график, и такие же, точно такие же доказательства. То есть смотрите, вот это он показывает как убойные доказательства, железобетонные доказательства, чего там, значит, накруток, фанеры и так далее. И вот у него все доказательства вот такие. Где доказательства, что это аудиозапись, это плейтру именно там этой песни? Вот я могу взять видос, я могу это при вас даже сделать, если хотите. Прямо сейчас, я не знаю, просто время от видео, чтобы лишнее не тратить. Вот где там у нас? Вот мы берем видос там, допустим, Пахлавы, его вставляем в Вегасе, нажимаем U, убираем звук, добавляем другой звук и показываем, что ага, вот тут рассинхрон. То есть он не включает этот звук, не показывает, что этот рассинхрон есть, а просто показывает, блядь, какую-то картинку ебаную. И из этой картинки, исходя из этой картинки, блядь, ему кто-то верит в то, что там что-то якобы происходит. Ну вот, допустим, вот у меня вставился, пожалуйста, видос. Вот я, блядь, беру там, нажимаю кнопочку U, убираю из него звук и добавлю звук в него вообще там какой-нибудь другой, там не знаю, что там открыть. Где у меня какой-нибудь звук, вот может в папке пидор, нет? Ну вот там, допустим, из видео HardShiftBox, да, например, вот, пожалуйста, хоп. И вот так вот я вам показываю, типа, ага, вот здесь там у него вот, блядь, рассинхрон, смотрите нахуй, блядь, тысячи миллисекунд, блядь. Видите, вот здесь такая хуйня, вот здесь такая, а здесь вот так вот, вот так вот, блядь. Вот вообще вот здесь сколько, 20 миллисекунд. Вот, блядь, и вот этот вот скрин, еще раз, это, это приводится, блядь, как доказательство чего-то там. Вот такая вот хуйня. На полном серьезе. Вы, вот скажите, блядь, вы не в шутку, что ли, блядь, вот это вот все смотрите? Я понимаю посмотреть гитариста разумного из интереса, вот как я, то есть я, например, хайплюсь на нем, мне вообще похуй, что он там пиздит, по идее. Но я понимаю тех людей, кто смотрит его, исходя из, интересно, что там этот долбоеб спизданул. Вот, можно и меня также смотреть, я понимаю, но, блядь, вы серьезно вот сейчас вот на полном серьезе верите вот в эту вот залупу все? Хорошо, вот давайте про этот скрин, пожалуйста, поговорим. Сейчас я вам покажу вот статистику. Вот, то есть мы заходим реально на сайт, видно, да? Вот я там могу показать, вот сейчас там 4 утра, пожалуйста, 26 октября, да? Какое сегодня число? Это я сейчас показываю для дебилов, как доказательства делаются, блядь. Какое? Да сука, нахуй, какое сегодня число? 26 октября. Это вот так доказывается. Cifu Monthly Statistics. Реальный сайт socialblade.com. Тот же самый, откуда вот этот скриншот взят? Вот. Такая же вот вся хуйня здесь. Окей. Да, я еще не говорю про то, что вот эта статистика может быть связана с тем, что какие-то видосы были скрыты. Могут быть лаги ютуба. Могут быть отписки, связанные с выходом не очень интересных видосов на канале Фред Гитариста. То есть с точки зрения ютуба интересны видосы, ну, те, на которых больше всего просмотров. То есть с точки зрения там подписок и всего такого. Так вот честно, то есть тут дело не в том, что я сейчас хочу там что-то сказать, но те видосы, на которых там, вот допустим, вот эти One Take Challenge, как видите, там 6 тысяч просмотров, на самом деле они каналу даже скорее вредны. Ну, то есть они вредны именно каналу на ютубе. Они, может быть, полезны для репутации, там, как для гитариста. Вот там кабаны точат хавчик. То есть когда такой видос выходит, от канала могут только отписки идти, наоборот. Не подписки, а вот отписки. А подписки идут тогда, когда выходит вот такой видос. Там Юрий Лоза против Кита Ричардса, да? То есть пока с этого видоса, допустим, хоп, идут дикие подписки, там, по 300 в день, то за счет, допустим, видео, как будто спустя какое-то время выходит, там, не знаю, стрим смотрины рифов, и от него только отписки. Да, или потом, а при этом выходят кабанчики, от них тоже только отписки. Так что статистика может скакать как угодно. Но, народ, вот, пожалуйста, разница в неделю, здесь 78 500, здесь 79 500. Где это вообще? Здесь. Вот здесь как раз вот скачок примерно по неделе. Еще 78 500, ну вот где-то вот здесь, вот там посередине. Вот, вроде бы доходит до 79 500. Стоп, секунду, это пиковая. А, нет! То есть, смотрите, здесь это точно не здесь, потому что здесь даже не доходит цифра. Вот это видно, что выше она просто не доходит. А здесь есть 79 650. Дальше, смотрим здесь. Здесь где-то было 79 650. Вот где-то вот здесь, получается. Вот в этот период. Да, то есть вот тут. Значит, получается, что это могло произойти в... Только здесь 400 человек подписалось за неделю. А, 79 500. Нет, стоп, 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 стоп. Было 78. Ну, хорошо, предположим, это было здесь. А здесь 79 100. То есть, смотрите, здесь вот показано, в 20 июня 78 700 подписчиков. Через неделю уже 79 100. То есть, получается, за неделю прирост в 400 подписчиков. Здесь показан прирост в 1000. Мы проверили, что здесь его точно нет, потому что здесь верхний потолок 79 500. Здесь показано 79 650. А здесь вот, ну, то есть 150 человек, но их не хватает. Здесь все равно, видите, нет такого просто числа. Такого числа подписок вот в эти периоды на канале Фред Гитариста не было. Здесь вот что-то такое могло быть. Но! Тут периоды по 400 подписчиков идут. А здесь показано за неделю 1000. Когда это было? Где даты, блядь? Где даты того, как вообще это все происходило? Где какие-то доказательства? То есть, это, блядь, могу я нарисовать такую хуйню? Просто, пожалуйста, вот там, не знаю, зайти сейчас на канал Гитариста Разумного. Вот так вот сделать, блядь, этот самый. Сейчас я вам покажу фрагмент экрана. Вот так вот у меня тут кнопочкой нажимается в Windows. Вот так вот, хоп, я выделил. Не знаю, видно вам или не видно было. А, захват экрана надо сделать. Сейчас. А, оно идет. Ну, короче, да, вы поняли. Я выделил, пожалуйста. Не показывая при этом вот эту вот штуку. То есть, даты-то у него там не видны. Дат нет. То есть, у него скрин почему-то вот здесь вот обрезан. Вот досюда. Вот до этих вот букв. Вот так вот выделить. Ну, именно на канале Гитариста Разумного. То есть, чтобы было видно, что по писке его. И прорисовать любые цифры. То есть, просто вот это вот отсюда скопировать. Вставить Гитаристу Разумному. Там, вот у него там миллион. Не знаю. Или, допустим, зайти на канал там. Ну, какой-нибудь, где вообще нет никаких просмотров. Скопировать точности вот эти зеленые цифры. Могу в код вот так вот зайти. Поменять там. View Source, пожалуйста. Хоп. Там 45303, допустим. Вот ищем. Хоп. 45303. Ага. Нет такого. А, там через запятую, да? 45. Запятая. 303. Пожалуйста. Я сохраняю эту страницу. Вот здесь переписываю вот эти циферки. И скриню прям страницу. Показываю вам. Вот. Вот. Гитариста Разумного накрутка. То есть, чуваки. Все. Вот весь его канал, к сожалению, пиздеж. Ну, или не пиздеж, просто это как доказательство использовать нельзя, блять. Понимаете нахуй? Нельзя вот эту хуйню воспринимать как доказательство чего-то. Поэтому. Хуйня. И так далее, блять. Ну, либо нет. Либо если это убойное доказательство, то вот вам убойное доказательство. Еще одно. Мы уже рисовали, к сожалению. YouTube удалил. Сейчас перерисуем. Это пульс свиньи до встречи с гитаристом Разумным. Чтобы вот было... Чтобы вы убедились, что это именно свинья. То есть, что я вас не обманываю. Вот, пожалуйста. Вот там. Хоп. Свинка. Так. Пожалуйста. Вот. Да. Все. Никакого обмана. То есть, доказательство совершенно убойное. Вот, пожалуйста. Свинья. Ее пульс. А вот после. И видите, блять, что вот здесь... Вот смотрите внимательно. Ёпта. Тут у нас получается там сколько? 480, а здесь 850. Получается, здесь рассинхрон... Нахуй. 250 миллисекунд. Представляете, блять? А оргазм у свиньи длится 30 минут. Это пиздец. Это просто полный пиздец. Это самый пиздецовый пиздец из всех пиздецовых пиздецов. Гитарист разумно ебал свинью. Чуваки, блять, пожалуйста, я вас умоляю, блять, не смотрите вы эту, блять, залупу ебучую. Ну это же, ну это... Че это... Ты... Ты... Хуита же, блять. Ну я не знаю, серьезно. То есть... Если смотрите, то хотя бы, блять, заходите потом, ёпта к умному человеку, Моисею Великанову и спрашивайте. Типа... Че вообще там скажешь и так далее. Потому что, ну это пиздец, блять. Я не знаю. Смотрите тех, кто нормально... Поддерживайте тех, кто критикует Фреда по фактам. То есть с кем тяжело спорить. С кем Фреду вот реально там сложно. То есть если вы хотите сделать какую-то нормальную конкуренцию, я как бы, типа, окей. Просто когда вы, вот, когда вот это говно, ну мне противно, понимаете? Я же изначально сам вот занимался критикой Фреда. Просто когда... Я думаю, сейчас вот там и Андрей Лебединцев тоже отвернется от вас всех. Потому что вы, блять, ну ебнутые, понимаете? Вместо того, чтобы конструктивно критиковать, и типа, вот там, тут, 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 вот так по фактам, как бы там, то не так. Вы даже к Андрею Лебединцеву приходите. Он реально же там красиво все расписал. Да? И пишете, типа, это фред, говно, я там что-то, блять, срал. И это еще самые приличные комментарии. Ну, блять, просто, нахуя так делать, блять? Серьезно. То есть, самое тяжелое, я говорю, самое вот, блять, самую большую подставу, которую вы можете сделать для фред-гитариста, это конструктивно по фактам ему предъявить. Без вот этой вот, блять, пиздежной, какой-то непонятной, неподтвержденной хуйни с оскорблениями. А еще гитарист разумный, ебаный вор, блять. Потому что, как выяснилось, он спиздил вот эти вот все данные у Андрея Лебединцева и не удосужился его упомянуть. То есть, пропиарил жопного клитора вонючего, но Андрея Лебединцева пиарить не стал. Ну, видимо, наверное, потому что, блять, он как-то, он считает, что Андрей Лебединцев как-то связан со мной. Притом, что Андрей Лебединцев нормально критикует Фреда, действительно. Вот. Ну, в общем-то, у хейтеров Фреда это уже очередной момент, когда они пиздят что-то у тех, кто придумывает что-то классное. То есть, они вроде бы хейтеры, но они у себя в речи используют, ну, то, что я придумал. То есть, они используют слово Макжух. Они используют Серик, то, что Фред придумал. Они используют лексикон Фреда. Они воруют мои мемы. Была, помните, история, как Павлик Гитармимс, там, или как он там забыл, ну, Павлик Педиков, короче, этот ебаный, под руководством главного пидораса. Как он, блять, спиздил мой мем, нахуй, нагло. И вот сейчас гитарист разумный берет просто, они просто берут, воруют нагло интеллектуальную собственность, выдают ее там как-то за свою, используют в своем обиходе, и еще что-то пиздят на авторов этой же, блять, интеллектуальной собственности, сами же ничего не придумав. То есть, что сделал, какие, я не знаю, блять, мемы, хоть немножко, блять, какие-то мемы ввел, блять, гитарист разумный. Ну, самый максимум это, ну, здравствуйте, и, блять, пиздецовый пиздец пиздец пиздецовых пиздецов. Но это все, это вообще вся культурная ценность гитариста разумного, она, к сожалению, на этом заканчивается. И эти два мемеса особо никто не использует, блять, понимаете? А, ну, блять, чуваки, вы бескреативные хуйлуши. Если вы говорите, что, там, не знаю, у Фреда что-то не так, там, с творчеством, ну, блять, к сожалению, так уж получается, что Фред, вас всех вместе взятых, получается, что по творческой составляющей выебал. Если не в музыке, то как минимум, блять, по, не знаю, ютюберскому какому-то подходу. То есть, Фред это креативный, как бы, чел, да? Андрей Лебединцев проявил тоже, пожалуйста, он поискал, он выполнил работу, блять, этот пидор взял спиздил. Вы просто воры, ебаные, блять, мы креейторы. То есть, мы, ёпта, творцы, а вы, блять, хуйцы и пидорцы, пошли вы нахуй все. Все, спасибо за просмотр, заходите на стримы каждый день, всем добра. Ну, кроме хейтеров, им, блять, им, вот, как говорится, за что они борются, пусть на то и напорятся.